Наблюдая за процессом развития любой индустрии, порой кажется, что вот он ее пик, больше уже ничего не придумать. Но как постоянно показывает практика, тут же появляется что-то инновационное, как например спутник Ордея от Vapor Plume. Но всегда ли эти самые инновации практичны? Внешний облик спутник не совсем удачно вписывается в нынешние тенденции, однако сказать, что выглядит девайс совсем не актуально нельзя, но он своеобразен. Дрипка получила такое название из-за шарообразной формы обслуживаемой площадки. Изготовлен атомайзер из нержавеющей стали и доступен только в стальном цвете. Его диаметр 22 мм. Конструкция спутник состоит из базы с отверстиями нижнего обдува, двух юбок разной высоты, топкэпа или широкого чавкэпа с защитной сеткой. Не сложно догадаться, что эта сетка мешает заправлять устройство через верх. У спутник бестоечная база, и при том не самая удобная. Спиральник крепится болтами, которые вкручиваются внутрь самой деки. Такая особенность позволяет устанавливать как двухэтажные билды, так и располагать койлы по всему периметру базы. Тем не менее, все равно ощущается дефицит рабочего пространства. Чтобы установить сюда что-то жирненькое, придется попотеть. Нижний обдув представляет из себя четыре отверстия, равномерно расположенных по длине окружности деки, а боковой — четыре очереди по три небольших выемки. Регулируется все это дело путем вращения юбки и топкэпа. Первой и довольно серьезной проблемой является обдув. Его попросту не хватает. Причем как бокового, так и нижнего. Если говорить о нижнем, то такой маленькой дырочке однозначно не хватит, чтобы воздух охватил массивную спираль. Аналогичная проблема и с боковыми выемками. Даже учитывая, что их три штуки, их все равно недостаточно для чего-то серьезного. По идее, при заправке жидкость должна стекать по полусфере и смачивать вату. И это действительно так. Но вот даже при небольшом переливе она всегда попадает в нижний обдув и оказывается на моде. Процесс укладки ваты для кого-то может оказаться вполне проблематичным. Ведь если неудачно это сделать, то при снятии юбки вата может следом встать дыбом. Хорошей вкусопередачи добиться можно. Но для этого придется устанавливать аж целый ансамбль из спиралей в количестве четырех штук. Ну и естественно, надо будет отказаться от бокового обдува. Учитывая размеры базы, оптимальной мощностью для парения станет диапазон от 60 до 100 ватт. Пин коннектора выполнен из меди и выступает, но не сильно. Поэтому для использования на модах с гибридными коннекторами его лучше немного выкрутить. Как ни странно, но с качеством все более чем достойно. Хорошая подгонка и обработка всех деталей. Безусловно, спутник понравится любителям всего экстравагантного. Однако же, если для вас в приоритете огромные облака и сумасшедшая вкусопередача, лучше обойдите его стороной. Ведь рынок переполнен производительными устройствами. Мы благодарим Vapor Plume за предоставленное устройство. Подробный обзор, как и всегда, вы можете прочитать на нашем сайте. А чтобы не пропускать свежие ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте пушистых собачек и не тестируйте на них новые дрипки.